Следующие несколько особенностей связаны с виртуальными методами. Первая такая особенность — это возможность переопределять приватные виртуальные методы. Давайте посмотрим на примере. Пусть есть класс, описывающий некоторые сетевые устройства, NetworkDevice, и у этого класса объявлен публичный метод Send, который принимает указатель на некоторые данные и размер этих данных. Важно отметить, что данный метод объявлен как невиртуальный. То есть, если мы унаследуемся от класса NetworkDevice, то мы не сможем переопределить поведение данного метода. Однако, внутри метода Send мы вызываем уже виртуальный, но приватный метод SendImple, который предполагается реализовывать у производных классов. При этом, таким образом, мы гарантируем, что код, который будет работать с производными от NetworkDevice классами через публичный интерфейс, он всегда при посылке некоторых данных по сети будет записывать информацию о том, что данные начали посылаться и закончили посылаться, в некоторый лог. То есть, за счет того, что внутри этого публичного, невиртуального метода, который нельзя переопределить у наследников, есть некоторый дополнительный код, но в данном случае это запись информации о том, что пошла посылка данных и посылка данных закончилась, мы гарантируем, что и в том числе у всех его наследников при посылке данных будут вызываться эти две функции log, которые запишут информацию о том, что данные начали пересылаться в log-файл. Функция SendImple, реализация функции Send, объявлена как virtual и объявлена с модификатором private. Это не позволяет обратиться к этой функции снаружи, и в том числе не позволяет обратиться к этой функции из наследников. Поэтому, если в каком-то сетевом устройстве, ну вот, например, реализуя класс роутер, наследник класса NetworkDevice, мы захотим переопределить функцию Send, то мы должны будем переопределить ее, не имея возможности вызвать ту функцию SendImple, которую мы унаследовали от базового класса. То есть нам придется переопределить полностью всю реализацию. Однако, за счет того, что функция SendImple нигде напрямую не вызывается, в смысле через публичный интерфейс, все равно при вызове функции SendImple, до нее будет вызван всегда метод log, который запишет в log-файл сообщение о том, что началась отправка данных, а после этого закончилась отправка данных. Это называется шаблон-темплейт-метод, вы можете узнать о нем, если почитаете о шаблонах объектно-ориентированного проектирования, но с нашей точки зрения здесь важен следующий факт, что несмотря на то, что функция SendImple является приватной, мы можем ее переопределить в классах наследников. Это, в принципе, вполне разумное поведение в некоторых случаях. То есть если мы хотим запретить нашим наследникам использовать унаследованную реализацию некоторой виртуальной функции, однако, если они хотят, они могут ее переопределить, но в этом случае должны переопределить ее полностью с нуля. Субтитры создавал DimaTorzok